МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо большое дорогому радио Эхо Москвы за возможность поздравить в эфире всех жителей города, вас, дорогой коллектив радио, с наступившим Новым годом, с Рождеством, и пожелать вам всего самого-самого доброго, чтобы все новости, которые вы будете передавать в следующем году, были только добрыми, радостными, счастливыми. Ну, давайте будем надеяться. Спасибо. Ну, а вы один из таких весомых источников как раз-таки этих положительных, хороших новостей. Да, мы стараемся. Мы знаем, что в нашем Вятском художественном музее жизнь не кипит, она не замирает ни на секунду, ни на мгновение, и наступивший 2018-й он тоже. Можно сказать, вызовы вам какие-то бросает? Ну, конечно, я считаю, что достойно отметить 170 лет со дня рождения нашего замечательного земляка Виктора Михайловича Васнецова. Это действительно определенный вызов. И мы, собственно говоря, в декабре уже этот год для себя открыли выставкой «Большая картина». Если можно, я буквально два слова все-таки о проекте. Я вам еще раз скажу и приглашу еще раз всех иметь возможность посетить совершенно уникальную выставку. О том, что она уникальна, это теперь уже даже не с моих слов, а Академия художеств Российской Федерации официально наградила нас дипломом, где засвидетельствовано именно то, что нас благодарят и награждают этим дипломом именно за уникальность этого проекта. Потому что в региональном художественном музее ничего подобного в принципе в ближайшие десятилетия вообще не было. Но сами художники, которые приезжали, а на открытии были, собственно говоря, вице-президенты, один первый, другой просто вице-президент, но при этом директор Суриковского художественного академии. То есть они сказали, что в принципе они считают, что такого ничего подобного, они участниками ничего подобного не были. А хотя все они работают в жанре именно монументального искусства, имеется в виду, что мы специально, наверное, оттолкнулись от работы Виктора Михайловича «Нищие певцы в Рябове». Она стала как бы знаковой картиной этого проекта. От нее как бы все отталкивается. И те работы, которые представлены, именно были большого такого масштаба. Там условия было не менее двух метров по одной из сторон. Поэтому действительно привезены работы. Но, как кто-то шутливо сказал, говорит, до чего же замечательный и грандиозный музей вятский художественный, что эти работы, которые смотрятся огромными в нашем пространстве, смотрятся, собственно говоря, очень интересно, приятно. Но, в общем-то, мы думали, что немножко это будет и, как-то сказать, более масштабно. Хотя сказали, что очень интересно, впечатляет. Причем приятно, что Зураб Константинович выбрал для нас работы, которые вообще не были еще нигде, кроме, в общем-то, на такую публику, на региональную. То есть в путешествие его триптик впервые отправился. Приятно то, что рядом с знаменитыми именами Любавина, Церетели, Калинина были и молодые имена Алла Полковниченко, Вера Лубейникова. Были представлены работы Виктора Харлова. Причем, поскольку его работы были очень чем-то созвучны с работами Виктора Михайловича, чем вот как земляка, мы вот такую локацию делали именно с его работами. То есть очень интересно получилось. Это сейчас мы говорим все о большой картине, которая все еще идет. Идет, да, и есть возможность еще в январе, февраль успеть посетить. Мы видим в Фейсбуке у своих и коллег, и знакомых отчеты о посещении этой выставки в праздники новогодние. И массу положительных откликов. Я бы как раз про новогодние праздники хотела у вас тоже спросить. Как вы работали, и насколько это было интересно, насколько кировчане были в этот момент мобильные и заинтересованы. Нам приятно, наверное, было даже немножко другое. Дело все в том, что мы ее называем для себя рождественской недели, потому что она и предваряет рождество, и сколько дней захватывает после. Нам приятно, что летучий корабль нынче привез нам туристов. Это наш центр активного отдыха, да, знаменитый. Я вот боюсь соврать, потому что, видимо, где-то сборная группа, потому что едет поезд. Я так поняла, по крайней мере, двигался он, по-моему, из Екатеринбурга, потому что плюсом еще приехал, как сказали, незапланированный автобус из Екатеринбурга с туристами. Причем, как сказали коллеги, наверное, вот эта погода такая сыграла свою роль. И действительно, людей много было. Завтра мы подведем там до человечка, но где-то больше двух тысяч человек прошли в рождественскую неделю. Это очень неплохо, потому что, ну, будем так говорить, мы, наверное, еще одну выставку не успели анонсировать громко. Она очень интересная. Она открылась для посещения со 2 января. То есть мы даже вот в новогодний, там, предновогодний праздник очень активно работали. Мы очень оперативно, нас поддержали наши коллеги из Абрамцева, учитывая, что они были в курсе, что мы вот как бы открываемся большой картиной, как бы сделаем старт юбилейного года Виктора Михайловича. Мы очень, я считаю, ну, будем так говорить, сотрудники пищали. И с той, с другой стороны, что директора просто вот делают нереально короткие сроки для подготовки выставки. Но все-таки мы сделали. И Виктор Воснецов в Абрамцеве такая выставка открыта сейчас на галерее. И я вам могу сказать, что, вы знаете, она совершенно замечательная тем, что, наверное, именно на ней я полностью, наверное, ощутила то, когда на Союзе музеев такое традиционное собрание в ноябре проходило в Петербурге. И, знаете, начали вопрос обсуждать о том, что в какой-то степени внедряя вот эти все виртуальные проекты и дополненные, в частности, реальности, хотя они расширяют возможности, можно потерять такое, что ли, общение с картиной. Когда ты видишь подлинник, когда ты можешь ощутить, как работал мастер, особенно, конечно, это важно для тех, кто собирается посвятить себя, там, для искусствоведов, например, для учащихся художественных училищ и высших учебных заведений, то есть посмотреть, как художник работал. То есть ощутить настоящее искусство, а не вот то, что мы воспроизводим иногда для того, чтобы привлечь, это правильно с точки зрения просветительской, очень точно, но вот это общение с живым искусством. Здесь наши коллеги прислали нам работы, именно над чем Виктор Михайлович работал. Там очень много эскизов и очень много рисунков. Вы знаете... Непосредственно в Абрамцево. Да, непосредственно в Абрамцево. Мы тоже, часть своих работ выставлены, то есть тоже представлены рисунки Виктора Михайловича. Вот вы знаете, стоишь и поражаешься некоторым рисункам больше 130 лет. Но можно увидеть, как он работал над этим рисунком. Примерно, можно сказать, рассказывается история, то есть знаменитые абрамцевские коллеги очень гордятся, что они восстановили избушку Бабы-Яги. Это такой интересный был проект даже для Абрамцево. То есть рисовался эскизный проект, подбиралось, что это. Вот, например, знаменитая сова, которая стала символом Абрамцево. Она тоже воспроизведена над входом в избушку. Ну, там такая, знаете, сова суровая, сказочная. А на этом рисунке видно, что несколько было вариантов. И он пытался нарисовать летучую мышь. То есть видно, как художник работал, что он думал. Совершенно замечательные рисунки, эскизы. И к той церкви, которая построена в Абрамцево, тоже очень интересно. Потом мало, наверное, кто знает, что Виктор Михайлович работал над изданием, посвященное юбилею Пушкина в 1899 году. Например, издание «Вещи Малеги» — это та вязь славянская, которую пушкинские строки воспроизводились. То есть даже вот это, сами буквы, да, ведь они тоже были авторами специально разработанных, нарисованных меню, например, для коронации Николая II. Там совершенно интереснейшие вещи тоже можно увидеть, как художник вот это всё ещё воспроизводил для инициалов. Например, для Веры Мамонтова он разрабатывал вот тоже такие две буквы, соединял вензеля. Вот такая работа, которую, может быть, не все знают. О том, какие замечательные эскизы делались к домашним спектаклям, насколько профессиональный рисунок сделан. И плюсом в какой-то степени считается, что Виктор Михайлович положил основу как бы новому направлению в эскизах и декорациях к спектаклям. То есть та «Снегурочка», которая была поставлена в домашнем театре, во многом, будем так говорить, это было новое слово именно в декорации. То есть там тоже это можно увидеть, как он работал над костюмом. В общем, оторваться от рисунков вообще невозможно. А какое количество рисунков представлено на выставке? У нас там 53 работы. Там и наши, включая. В общем, в общей сложности где-то 53 работы, которые приехали. Где-то больше 30 приехало, 20 мы своих дополнили. И что еще, наверное, интересно, очень неплохо коллеги подобрали и присылали нам фотографии. Сейчас мы еще подробности этой выставки расскажем нашим слушателям, но прервемся на полминуты. Продолжаем наше общение с Татьяной Мазур, директором Летского художественного музея. Большая грядет дата, 170-летие со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова. 15 мая, да, непосредственно дата там. Обратите внимание, как раз это будет накануне... Накануне ночи музеев. Да, ночи музеев. То есть мы нынче... Ну, пока всех секретов тоже не раскрываем, но для нас построить интереснейшую ночь музеев, это просто дело чести. Мы дойдем сейчас до ночи, все-таки музеев дойдем. Степенно пройдем по хронологии. Мы сейчас говорим о выставке, которую наш музей организовал совместно с музеем-заповедником Абрамцева, как раз посвященной 170-летию со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова. Вы говорите, 53 работы представлены на выставке, и кроме набросков и картин, там представлены фотографии. Я бы сказала, что нашим коллегам в Абрамцево, Елене Константиновне, надо, наверное, тоже давать должное особое, потому что... Елена Константиновна? Воронина. Это директор, с которым мы достаточно давно знакомы. Вы знаете, там была история о Викторе Михайловиче, конкретно делали своего рода большую выставку, и, думая наперед, а в прошлом году был еще и юбилей Мамонтовых, они сделали прекрасные работы, фотографические, старые фотографии перенесли, но при этом приехала одна из... А что изображено там фотографией? Это, собственно говоря, жизнь в Абрамцево. Жизнь в Абрамцево. Жизнь в Абрамцево. Виктора Михайловича. Очень много фотографий Виктора Михайловича, потому что... Это оригинальные фотографии? Нет, это сделано специально, чтобы увеличенные, обработанные. Но там приехали несколько уникальных фотографий, настоящих, подлинных. Что самое интересное, Виктора Михайловича очень снимали много, Потому что, давайте для примера скажем, что там писался, собственно говоря, наша самая известная его работа — это «Три богатыря». И это фиксировалось в Абрамцево, да, специально. Вот дай бог, чтобы земля русская еще рождала таких меценатов, которые, по сути дела, когда Виктор Михайлович влился в Абрамцевский кружок, очень органично вошел, кружок уже некий такой существовал. Но с приходом и Виктора Михайловича, и Аполлинария Михайловича, знаете, какой-то новый толчок творческих идей и прочее. И учитывая, например, увлеченность в то время эскизами и изготовлением мебели, вот этот новый стиль, была построена мастерская, ни больше, ни меньше, для них специально. То есть специально для него были оборудованы места, где он мог писать, работа, собственно говоря, грандиозная. Мы все это можем проследить на выставке? Ну, частично, частично. Потому что здесь мы, конечно, думали либо об истории работы, либо все-таки привезти, показать вот эти уникальные рисунки. Потому что, ну, я считаю, что это больше стоит дорогого, чем, например, просто привезти, например, фотографическую так называемую летопись. Здесь подлинные рисунки и, ну, по крайней мере, один из первых эскизов, например, «Витязя на распутье». Он совсем небольшой эскиз. В общем, тоже очень интересно. Вот когда вы такое рассказываете, Татьяна Сергеевна, извините, что я перебиваю, сразу думаешь, чего не хватает еще для нашего музея, для наших выставок. Потому что хочется больше, больше, больше. Ты вспоминаешь музеи в крупных городах Европы и уже и в России это есть, когда, кроме самой выставки, ты можешь подойти к интерактивному экрану, где тебе демонстрируется фильм целый, да, который еще дополняет эту выставку, где есть огромное панно с текстовым материалом, где ты можешь прочитать еще что-то. Вот эти все вещи планируете использовать? Ну, дело в том, что, может быть, на этой выставке, она такая камерная, а на большой картине есть интерактивный планшет. И если вас что-то заинтересовало, там можно получить больше подробной информации о художнике, каких-то еще работах посмотреть. То есть на большой картине вот это присутствует. Вот, например, когда была работа, работа для 90-летия Вапилова, художника, одного из старейших наших художников, мы тоже делали, выставка была смонтирована на галерее. Собственно говоря, она была в доступе практически бесплатно. Тоже на стенде можно было бы получить еще дополнительную информацию об истории, как он, собственно говоря, тоже из известной Костромской художественной семьи. То есть его воспитывал дядя, известный Костромской художник. Поэтому можно вот эти подробности еще получить дополнительно. Мы очень хотим, чтобы вот это дополнение было, пока, конечно, мы обходимся как бы старым дедовским способом, то есть аннотации все подготовлены, можно прочитать и, будем так говорить, самостоятельно пройтись по выставке. То есть если у тебя есть желание, специальное какое-то намерение, только тогда ты к этому обращаешься. С одной стороны, я ведь тоже очень много езжу, очень много смотрю. Не везде, к сожалению, да, вот нечто подобное. И очень интересно было как раз, когда мы столкнулись, это, наверное, года два или три назад, в Петербурге, в музее политической истории, это особняк той самой Матильды Кшесинской, они впервые после революции делали выставку, посвященную ей как хозяйке дома. До этого ничего не рассказывали о ней. Тем более, что повод еще был замечательный. Под старым полом они нашли, собственно говоря, паркет, на котором она... У нее танцевальный зал свой был, вот, и это все было восстановлен, зал, и вот была подготовлена. Да, действительно, снят полудокументальный фильм с игровым участием. На большом экране, погружение. Ну, большая плазма, садишься в антураже, причем ты же находишься в комнате, в этих вещах. Что-то можно даже, условно говоря, слушая, там, и глядя на экран, что-то даже уже увидеть, там, какие-то платья, то есть они использованы. Да, вот, то есть я представляю себе, если бы была какая-то комната на выставке, которую вы сейчас делаете с Абрамцевским музеем, где там действительно большой экран, бывает там в целую стену с фильмом, который демонстрирует саму Абрамцеву, там, например, да, может быть, какие-то документальные кадры. Нет, мы, между прочим, хотим, если кто-то вот заинтересован в подобном, приходит, да, я думаю, что это, наверное, было бы интересно таким группам, особенно школьников. Я думаю, это, у нас есть замечательные фильмы об Абрамцеве и о Викторе Михайловиче об Абрамцеве в нашей коллекции, которая снималась тогда и русским музеем, и можно сделать, например, приход, что вы посмотрите в зале, например. Ну, это специализированные такие вещи уже. Да, да, но, тем не менее, возможность такая... Есть куда развиваться. Есть куда развиваться. А у вас есть, а у вас есть, мы, радиогиды? Да, есть. Аудиогиды. Аудиогиды. То есть, если я прихожу, я могу купить вот эту штуку, которая, да, наушники с аудиогидом? Да, есть, но он в виде такой, правда, у нас не наушников, а трубки, то есть, видишь... А, с трубкой. Да, но, по-моему, я сейчас вот боюсь, конечно, соврать, но у нас, по-моему, только по постоянной экспозиции для... Это немножко сложно сделать быстро, особенно вот ту выставку, которую мы делали, нам действительно хотелось открыть и Новый год. Ну, представьте себе, работы из Абрамцева приехали 27 декабря, то есть, это надо распаковать. То есть, очень кропотливая работа, да. Хорошо, если, ну, чтобы подавать немножко кухню, чтобы тоже и наши возраильные слушатели знали, да. Во-первых, не просто распаковать. Приезжает человек из Абрамцева, специалист, садятся они вместе с нашим главным хранителем и осматриваются под лупу при специальном освещении каждая работа. Где фиксируется, там есть специальный акт передач, где фиксируются указанные уже какие-то дефекты, да. Или, предположим, наши что-то обнаружили еще дополнительно, и специалист соглашается, что да, действительно, я согласен, что тут, например, там осыпание краски. Ну, так условно говорю, там, или если это какие-то рамы, иногда сейчас у нас и рамы становятся уже произведениями искусства, что, например, вот здесь вот на раме я вот вижу вот это. У вас вот здесь, то есть, представьте, 53 работы, да. Ну, пусть даже 30 из этого, это все надо было вот так просмотреть. Затем, когда приходят рисунки, чаще всего они приезжают не в рамах, то есть, по сути дела, она принимающая сторона, а рисунок должна сделать паспарту, раму, то есть это все делается специально под конкретный экспонат. Причем каждый раз продумывается, например, вот сейчас этот замечательный рисунок крошечный, он находится в такой большой раме, чем подчеркивает, то есть художник это делает у нас свой, то есть он даже эти вещи продумывает, как это будет смотреться, то есть создать экспозицию, это нужно еще и подумать. Не просто развесить рисунки. Это не просто развесить, тем более, что не забываем о том, что наше пространство музейное, Абрамцевское и наше, очень сильно отличаются друг от друга, поскольку в Абрамцево используются старинные постройки усадебного типа, и они неплохие залы, хорошо оборудованные, но это действительно небольшие деревянные дома. Наша галерея, это уже совершенно другое выставочное пространство, и, ну, будем так говорить, чтобы даже вот просто расставить, нужно время посмотреть, куда мы чего переставить, если что-то сделать так, чтобы, например, про ту же избушку где-то в одном месте, и вы бы видели, как действительно вам было интересно посмотреть, чтобы не разбросано это было. Это действительно кропотливый труд. Повесить, поверьте, это тоже надо, каждую картиночку повесить, установить уровень. А вот 2-го числа она уже была открыта для посещения. То есть, ну, как бы... А 27-го привезли, а 2-го было... Новый год справлять там пришлось во время работы. Да, 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 некоторые работали, как говорится, выходные, допоздна, поэтому, может быть, вот аудиозаписи, может быть, к ней и нет. Но, знаете, поразительная вещь, в общем-то, аудиогиды, я не знаю, то ли вот, ну, там, совершенно небольшая стоимость, но, тем не менее, они не пользуются у нас спросом. Вот это и печально, что чаще всего это, так называемые, пробегающие люди, как будто себе галочку ставящие, что вот я посетил музей, я там был, я что-то видел. Может быть, даже, ну, я вот и говорю, что для меня это бегущие люди. То есть, чаще всего, вот если мне интересно, да, я действительно взяла бы аудиогид и послушала бы историю. Потому что там же реальная история и картины, и полотна их удовольствия. Ну, совершенно другое, конечно, восприятие. Это я просто вспоминаю, как в этом сентябре мы были в Еврейском музее в Варшаве большой группой. У нас было человек 20, наверное, и только трое взяли аудиогиды, в том числе я и Аня Лапшина, и Женя Дрогов с нами был. И ребята за час, за через час мы встречаемся, они говорят, на выходе. А мы там зависли на 4 часа, и вы совершенно воспоминали другие совершенно, понимаете? Вот теперь хочется, я почему, хорошо, что вы напомнили, что есть аудиогид к постоянной экспозиции, потому что многие из нас не по разу бывали на постоянной экспозиции, но единственный раз, когда я, помню, я слышала экскурсию, это когда я еще была школьницей. Имеет смысл вернуться, взять аудиогид и пройтись совершенно по-другому уже по постоянной экспозиции. А со мной еще любят ходить, что я иногда историю интересную рассказываю. А вы с каждым не пройдете. Это только если очень сильно повезет, и вы встретились с этим вазу. В ночь музеев приехала группа, ну, тоже так вот случайно совпало, по-моему. А в ночь искусств на Налек приезжали кто-то из москвичей, там, вот, позвонили, сказали, не могли бы вы принять. Приехали уже достаточно поздно, вот, и потом смеялись, говорят, слушайте, за вами. Ну, мы тоже, кстати, очень быстро проходили, но, тем не менее, попыталась рассказать, что за музей. Ну, чего ж там, говорит, гостям всегда рады, но всегда с каким-то прицелом, потому что вот даже потом могу сказать, почему иногда, как бы, особое внимание уделяешь именно представителям бизнеса. Что ж потом сразу говорите? Нужны меценаты, правда же? Ну, всегда. Я вас проведу, но вам потом просьба будет, да, вам небольшая? Нет, 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 тут уже, как говорится, ничего не просили, потому что у нас действительно впереди проект просто сумасшедший. О котором мы и расскажем через полторы минуты. Расскажем после рекламы. Это я сейчас открыл, кстати, в сайт Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника Абрамцева, и там выставка Виктора Васнецова в Абрамцеве, она проанонсирована. С 2 января коллеги позаботились о том, чтобы люди знали. Просто у них тоже, поверьте, они работали в адском режиме. Я говорю, что сотрудники, с одной стороны, пищали, но вот хотелось сделать именно такой подарок с начала года, чтобы эта выставка состоялась. И мы всех приглашаем, приходите, она действительно только со 2 числа, вы можете просто насладиться. Вот просто чудесные рисунки, чудесные работы. Но это еще только первый шаг к юбилею. А что предстоит? Да, грандиозность, наверное, замысла в том, что мы замахнулись на привоз. Видите, большая картина не случайно стала стартовым проектом. Мы вели переговоры с любимой нашей Третьяковкой. Я замолчала, потому что они очень долго решали, что нам в этот проект дать. Там условие было такое, что мы сами определимся. Ну, это не спорится, потому что очень, знаете, очень понятно объяснили, что есть выездные, есть невыездные. Что, как говорит Третьяковка, шедевров нам не хватает. Поэтому, говорит, мы так регулярно запрашиваем и ваши в нашей экспозиции. Но, учитывая, что наше сотрудничество, да, мы согласны. И именно в контексте нашей концепции мы хотим показать одну работу, чтобы она, как говорится, валила с ног. Скажу так вот, может быть, просто. И когда было сказано, что мы именно хотим что-то, вы знаете, чтобы человек пришел, увидел и сосредоточился на чем-то одном. Ну, там, знаете, я уже рассказывала. Неужто трех богатырей вам не дадут? Нет, вот как раз сразу говорят, и главный хранитель, и Трегулова сразу скажет, три богатыря не даем. Не трогайте. Она не выездная, она не снимается, она не путешествует. Я, честно говоря, и сказала, я не прошу трех богатырей. Дайте одного богатыря. Да, я просила одного, но Ивана Грозного. Ивана Грозного. Она, конечно, работа очень люблена, потрясающая по силе, по эмоциональности. Она тоже монументальная, огромная. Она очень большая, огромная. Но, сказали, реставрационный совет сказал, что она тоже поехать не может, хотя шанс был. Шанс был, и сказали, мы посмотрим. И вот мы, наконец-то, получили тоже в декабре. Подождите, реставрационный совет сказал, что не может именно потому, что состояние картины. Да, то есть они отсматривают состояние картины. И еще очень важный момент. Очень многое зависит от того, успеем ли мы к сентябрю собрать необходимую сумму для осуществления транспортировки. Там транспортировка, только транспортировка стоит более 800 тысяч. Страховка. Плюс еще страховка, плюс еще расходы, связанные с приездом именно специалистов Третьяковки. То есть монтажом только, смотрите, занимается специальная организация, но только под наблюдением специалистов Третьяковки. Поэтому проект где-то тянет больше, чем на полутора миллионов. Но нам дают... Привоз одной картины. Знаете, там она, чем хороша, она хоть называется и одна картина. Это называется «Радость праведных о Господе. Преддверие рая». Мы в интернет сразу посмотреть. Да, пожалуйста. Эта работа состоит из трех частей. Есть центральная часть, правая, левая часть. И где-то порядка 14 метров мы считали. Вот это, конечно, полотно, оно очень впечатляющее, многофигурное. И, собственно говоря, это то, что готовилось для Владимирского собора в Киеве. Ну, вы знаете, она, конечно, очень производит сильное впечатление. Я даже, честно говоря, не ожидала, что они так вдохновятся именно нашей идеей, показать что-то одно большое, уникальное. Вот. И оценена она, оценочная стоимость, 692, страховая стоимость 692 миллиона. То есть мы пока еще... Сколько? Да, 692. Почти миллиард. Да, это ее оценочная стоимость. И сейчас мы будем, поскольку мы только получили вот это подтверждение, мы будем сейчас вести переговоры со страховыми компаниями, сколько нам эта страховка будет стоить. И, как говорится, пойдем искать деньги. Я вела переговоры с рядом людей, которые могли бы нам помочь. Действительно, дорогой. Но, знаете, был такой хороший вопрос вроде, а насколько это нужно? Но вот я считаю, наверное, ты тогда только начинаешь осознавать, где ты живешь, каких людей рождает земля. То есть вот это почувствовать, принадлежность к тому месту, которое рождает гениальных людей. Наверное, когда можно увидеть, что они делали. Ведь эта работа настолько мощная. А ты еще понимаешь, а сколько еще работ было сделано этим художником за короткую жизнь. Ведь вот когда нищие певцы в Рябове за несколько... Говорят, что, собственно говоря, с 92-го года, как они заехали, ее не трогали. Она висела только в постоянной экспозиции. Она переехала как бы вот в это пространство. Все еще по старой памяти его называют советским залом. А сейчас мы считаем этим выставочным пространством для временных выставок. Вы знаете, во-первых, смотрится сразу картина по-другому. Раз. Во-вторых, осознаешь, в 25 лет человек написал вот такую глубокую работу, которая, ну, я не знаю, если понимать, что это реалии того времени, но очень точно, очень... То, что это нарисовано село, где он родился. То есть она очень мощная по эмоциональному восприятию. И всего 25 лет. А дальше мы уже видим вот эти грандиозные работы. Тем более, ну, в какой-то степени, согласитесь, что не всякий сейчас до Киева, до Владимирского храма доедет, а есть возможность увидеть и понять, как наш гениальный земляк. В общем, такой вклад в художественное искусство. Итак, картина «Радость праведных о Господе» приедет в Киров когда? В сентябре? Мы должны, вот мы сейчас до заключения договора должны полностью подтвердить гарантийные все свои обязательства. То есть у нас должен быть представлен договор страхования, договор с транспортной компанией. То есть это значит, соответственно, мы должны где-то, ну, первый квартал для себя берем для переговоров с этими. И только мягкая осень, как они говорят. Это только сентябрь. То есть, ну, хорошее время, я считаю, открытие, ну, так называемое, многие называют его такой осенний сезон, это было бы здорово. Но, как говорится, теперь пожелайте мне удачи, чтобы мы нашли деньги. То есть согласие Третьяковки есть, осталось дело за бюрократическими процедурами и средствами финансов. Да, то есть будем сейчас сказать, но еще раз говорю, что были люди, которые готовы были посмотреть расчеты, вести переговоры, то есть пока так аккуратно говорю. А вообще, конечно, мне еще хотелось бы, если вы мне позволите, пригласить вас всех. Я уже чувствую, что мы, наверное... У нас есть шесть минут. Шесть минут? Пять, шесть, да. Вы знаете, я как пришла, все время мечтала возродить... На должность директора музея. Пришли, как стали руководители. Да, 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 на должность директора. У меня все была мечта возродить музыкальные вечера. Вот мы проводим их, да, как бы стараемся и наши открытия сопровождать, и делали несколько концертов. Но пока вот то, о чем я мечтала, о так называемых музыкальных четвергах, пока вот как-то у нас не получалось регулярно. Вот мы решили, тут провели тоже переговоры, и вот 11 января в четверг в 18 часов на такую первую встречу, это бесплатно можно будет все послушать в мраморном зале, состоится вечер камерной музыки, рождественская классика. Откроет вот этот цикл Владимир Шапошников, Лауреат Гранд-При Международного конкурса фестиваля в Санкт-Петербурге, и будут участвовать студенты колледжа музыкального искусства имени Казенина. Я думаю, что те, кто придут на концерт, еще будут приятным подарком, они смогут посетить выставки наши, посвященные Виктору Михайловичу. То есть мы хотели бы все это сопроводить еще и вот такими замечательными музыкальными вечерами. А 8 февраля, если соберетесь, там уж точно вам по окончании концерта гарантировано именно посещение выставки Виктора Михайловича Васнецова-Абрамцева. Вот в 17.30, вот 11 января в 18 часов, а 8 февраля в 17.30 очень хочется, чтобы музыка звучала в нашем зале. Она звучит бесподобно там. Ну и, если позволите, еще у нас есть любимые художники. Я думаю, что это не только наши любимые художники, но и всех кировчан. Александр Иванович Веприков, Николай Зосимович Поликарпов. На этой неделе открывается выставка, их посвященная 50-летию творческой деятельности. Ориентировочно вот мы сейчас тоже заканчиваем развеску. Наверное, думаю, что это четверг-пятница. Вот последите, если можно, пожалуйста. То есть конец этой недели, да? Да, конец этой недели. Действительно, замечательные художники. Приятно, что все они настоящие патриоты, потому что не только радуют нас своими замечательными произведениями, но и учат этому наших студентов Вятского художественного училища. Я считаю, что это действительно огромное подвижничество, когда воспитывают учеников. И как-то я была на выставке именно их учеников. Вы знаете, она произвела на меня очень большое впечатление. Я думаю, что те, кто придут на открытие, а это всегда бывает, знаете, это такие люди незаурядные выставки. Открытие происходит всегда с таким хорошим драйвом, с хорошими шутками. И очень такая атмосфера добрая, дружеская, творческая. Поэтому приглашаю всех, будет очень-очень интересная этапы. Все увидите от начала и, как говорится, до последних их работ. Ну и, конечно, очень приятно, что в этом году у нас фонд поддержки музеев выиграл президентский грант. И он на базе нашего Рябова тоже в рамках юбилейного года будет реализовывать программу с таким, конечно, очень, я бы сказала, экзотическим немножко названием. Котомка. Где такое слово просто? Котомка? Котомка сказок. Красное слово. В Рябово. В Рябово. Но, тем не менее, будет обновлена тропа. Сказочная тропа в Рябово. Там появятся и новые фигуры, и, собственно говоря, маршрут немножечко там будет расширен. И театрально они очень много поработают. Всех секретов открывать не будем. Мы планируем все-таки этот проект представить более ярко, празднично. Когда? Ну вот сейчас они у нас заключили наконец-то договор, все уже начинается ясно становиться. Мы немножко тут хотели как бы развести мероприятие у нас, понимаете. Не хочется, чтобы сливалась череда, потому что мы сейчас решаем вопрос о представлении изданного в этом году. Это вот совершенно только что, как можно сказать, из типографии полученной новый альбом в Авиатском художественном музее, посвященный отцам-основателям, то есть и Виктору Михайловичу в том числе. Те, кто видели, ну мы получили пока самые-таки вот очень приятные отзывы. Какое издательство с вами сотрудничает? Наши местные? Да. Есть у нас типография Вятка? Есть, конечно. Вот они напечатали. Очень получилось замечательно, интересно. Вот мы тоже планируем это сделать, все красиво представить. Ну и если говорить о таких планах, то тоже можем похвастаться, что есть у нас и отечественные, и зарубежные выставки. Очень интересный проект. Я надеюсь, это будет тоже, я хочу, чтобы это была бомба. Так, бомба. С дымковским промыслом, именно посвященный сказочным сюжетам и Виктору Михайловичу. Мы хотим сделать проект именно о дымках и в современном, как бы уже сегодня исполним, и поднять историческую дымку, да. Такого не было. Такого не было. Мы все время хвастаемся и говорим, что наш музей обладает самой полной, самой большой коллекцией дымковской игрушки. Но ничего вот такого вот не было. Промысел как раз 25 лет отметил, как вот они в новом формате работают. И мы решили, что это надо быть что-то грандиозное. Поэтому мы сейчас тоже думаем, придумаем. Как это все реализовать. Да. В Мадрид в этом году в музее королевы Софии поедет наш авангард. Запросил уже Государственный русский музей у нас работы Петрова Воткина из нашей коллекции на свою большую выставку. В феврале мы тоже большой проект представим. Коллекция перемен Ленинградская школа живописи. Очень интересная работа. То есть же будет, думаю, что есть чем вас увидеть. Ну и, как это говорили раньше, в конце несколько цифр. Я тоже для себя подводила некий итог. Вот я хочу сказать, что при всем скромном стоимости билетов, тем не менее, мы в этом году смогли заработать 8 миллионов 620 тысяч почти на 35% от стартовой позиции, когда я пришла на директорство. Ну и на треть мы смогли поднять заработную плату основного персонала. Сейчас она у нас в музее составляет 22,385, а когда я пришла, было 17,619. То есть отчет... В общем, майские выказы исполняются. Ну это уже, знаете, это в конце уже шутка, но тем не менее, действительно, цифры очень важные для нас, потому что мы прекрасно понимаем, всегда бюджеты сложные. Поэтому, когда говорим, желая о себе материальном благополучии, подразумеваем, ждем вас в музее, всегда вам рады и со своими творческими идеями какими-то мы тоже готовы какие-то совместные проекты делать. Так что встретимся в музее, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо, Татьяна Мазур, директор областного художественного музея имени Васнецовых. Но сейчас там в музее действует выставка «Большая картина», а также совместная с музеем-заповедником Абрамцева выставка, посвященная Виктору Михайловичу Васнецову. Пожалуйста, вперед в музей. Всего доброго, до свидания.